На этой неделе в Беслане и по всей России с болью и горечью вспоминали о событиях 15-летней давности. 1 сентября 2004 года вооруженные до зубов террористы захватили здание городской школы номер один, где проходила праздничная линейка. В заложники взяли 1128 человек, детей, родителей и учителей. Три дня кошмара. Большую часть заложников удалось спасти, но в итоге жуткого теракта погибли 333 человека, из которых более половины, 186 дети. Беслан до сих пор не заживающая рана для всей России. В Северной Осетии на этой неделе был объявлен трехдневный траур. Вообще, если уж вспоминать, то Россия на рубеже веков жила совершенно иначе, чем сейчас. Теракты то здесь, то там сотрясали страну, удержали людей, кого в страхе, а кого как минимум в напряжении. На этой неделе мы вспоминали и другие теракты того времени. 15 лет со дня начала серии взрывов домов. 4 сентября – Буйнакск. 8 и 13 сентября – Москва. 16 сентября – Волгодонск. Более 300 погибших, по 1000 раненых. Тогда же, в 99-м, Владимир Путин, еще и месяц не проработавший на посту премьер-министра, произносит историческую фразу. Мы будем преследовать террористов везде. Вы уж меня, извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Поймали и замочили практически всех участников и организаторов кровавых терактов. Те же, кого взяли живьем, до сих пор пожизненно в тюрьмах. Репортаж Дмитрия Петрова. Сентябрь 99-го. Какой-то черный морок. Череда страшных терактов. Каждый день новая беда. 4 число – взрыв в Буйнакске. На территории бывшего военного городка приведено в действие мощное взрывное устройство. Оно находилось в кузове грузовика. Разрушены два подъезда пятиэтажного дома. Под руинами оказались более 30 семей. Я с женщинами вычлазил, и своих детей вытащил. Тоже не могу. Часто не знаю. Живые, ну? Одна живая была. Женщина тоже живая была. Две девочки тоже не уйдут. Соседи погибли. 64 погибших. Почти 200 человек получили ранения. С 8 на 9 сентября ровно в полночь взорван жилой дом на улице Гурьянова в Москве. Жертвами стали 100 человек, пострадавших 690. Взрывчатка была заложена в подвале панельной девятиэтажки. Два подъезда сложились и погребли под завалами жильцов. 13 сентября рано утром взорван дом на Каширском шоссе. Погибших 124. Здание полностью разрушено. В Москве объявлен траур. Но вместе со столицей скорбит вся страна. Беда объединяет. Россияне выходят патрулировать улицы своих городов, чтобы защитить себя и свои семьи от новых атак террористов. Но утро 16 сентября приносит еще одну трагическую весть. Еще один удар. На этот раз в Волгодонске. Снова грузовик со взрывчаткой. 19 погибших. Раненых больше тысячи. Оперативники и следователи ФСБ к этому моменту уже вышли на след организаторов и исполнителей. Они вышли на след самих себя. А то как будто мы не помним, кто на самом деле взрывал дома в Москве на Каширском шоссе. И что такое рязанский сахар. Обязательно погуглите. Мы все прекрасно помним, кто именно хотел взорвать дом в Рязани и чем это обернулось для высшей власти. Полным ее триумфом. А точнее теракты тогда в 1999 году сделали возможным восхождение нового фюрера в России. Обязательно прочтите двулогию Александра Литвиненко, благодаря откровениям которого мы знаем, кто именно взрывал дома. Это покушение на Россию и конечно же ФСБ взрывает Россию. За что он и поплатился полонием по башке. Сегодня в программе в штабах Навального по всей России проходят обыски. Блогеры нашли эвакуирование из России возможного американского шпиона. Или как обосралась контрразведка ФСБ. Одно фото показало разницу между Украиной и Россией. Военнопленных Украины дома встречали как героев, а военнопленных России дома встречали как агрессоров. Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Московской городской думе. Полная, ну не полная, но победа оппозиции, либерально-коммунистических, что важно, сил в Мосгордуме и почти полное поражение Единой России. Почему поражение? Разберем подробнее. На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек. 14 обычных совершенно ребят проникли на секретные объекты Роскосмоса. И узнали, что там Рогозинам все спиздено. Только тсссс, об этом тоже поговорим. Россия и Украина обменялись заключёнными. На прошлой программе, когда я призывал обменять всех политзаключённых, походу это сделано. Памфилова отбивалась от нападающего стула. Уже цик до того довёл россиянин, что на главу цик совершено, что не на есть самое разбойное нападение из всех. А Памфилова ещё легко отделалась, ведь действующая власть настолько надоела простым гражданам, что скоро люди не просто начнут проникать в дом шишек больших из цика, а будут их убивать. Да, как сказал Виктор Шендерович, в частности, это будет начало новой гражданской войны о России. Так кто же всё-таки попытался изнасиловать Памфилову? Об этом в сегодняшнем выпуске. Памфилова отбивалась от нападающего стула. На главу цик России напал высокий субтильный человек в маске и перчатках. Но Памфилова оказалась сильнее злоумышленника и тот убежал. Это, безусловно, акт политического возмездия от народа за то, что Памфилова не допустила их кандидатов. Кандидатов от народа до выборов в Мосгордуму. Она ещё легко отделалась. Вот она, гражданская война, новая гражданская война внутри России. Лет десять назад за махинацией на выборах никто бы морду волшебнику, в кавычках, Чурову, тогдашнему голову цик, морду бы не бил. А к Памфиловой залезли. И Памфилова получила по полной, потому что Чуров, в отличие от неё, был идейным ставленником путинского царизма. А Памфилова это перебежчик от светлых либеральных сил к преступной российской власти. Она сама нарушила закон, когда не заметила махинаций на выборах в 2016 году в пользу Единой России и в 2018 году в пользу Владимира Путина. Вот и получила то, что заслужила. Это только начало. Скоро вспыхнет реальное силовое противостояние внутри России. И либералы с патриотами наконец-таки схлестнутся в смертельной схватке за власть. Ответственность за начало гражданской войны лежит как раз на Памфиловой. Да уж, я когда призывал и к насилию, в том числе в предыдущих сезонах и расправами над ЦИКом, не думал, что найдутся последователи мои, которые нашлись, которые попытаются хоть что-то сделать. Хоть как-то, пусть даже таким, соглашусь, преступным способом образумить Эллу Александровну, или Эдуарду, но я лучше-то не помню, Памфилову. Вразумить ее тем, что через окно ее дома проникнут на террасу дома, вдарив Памфиловой кулаком за покровительство, махинацией, электрошоком. Вдарив кулаком электрошоком, да. Вдарив и кулаком, и электрошоком. Ну, как она сама рассказывает. Очень ей повезло, что Памфилова не схлопотала пулю в лоб. Помните, да, Яценюк? Как пулю в лоб. Это ждет каждого уропатриота, кто препятствует демократии и воле народа внутри России. Этот, нападавший на Памфилову, дал четкий сигнал, что пора вешать патриотических путиноидов Соловьева, какого-то Невеева и Памфилову. Да, он подарил надежду на то, чтобы в России наконец-таки вернулась демократия. Ну, он злоумышленник, который вторгся в хату к Памфиловой. Но ведь есть и другие средства унижения патриотов, в кавычках. И они готовы вновь... А, ну ведь есть и другие люди, те, кто готовы вновь взять штурмом дом Памфиловой. Фактически с нее началась новая гражданская война внутри России. Просто вы знаете, что когда об этом сказали на эхо Москвы, я такой подумал, ну какая гражданская война, ну а что? Солнышко светит, птички поют. Но когда я увидел, как протестующие на митингах подошли вплотную к администрации президента Российской Федерации на канале «Настоящее время», когда были протестные акции в Москве, я понял, вот оно, вот пахнет жареным, вот наконец-то почти Майдан в России. Но, к сожалению, все утихло. По крайней мере, пока что. Надеюсь, Памфиловой был дан четкий урок и, не допустив Соболь до выборов, Элла Александровна будет хорошей целью в снайперской винтовке, либеральной общественности и всех демократических, может даже и коммунистических сил. И плевать на то, что она когда-то сама была либералкой и стояла на светлом пути демократии в России. Все, пришло время расплавы. И таких, как тот случай с электрошоком по башке, будет все больше и больше. Но тут же еще один нюанс. Вместо расследования сейчас Главное управление Министерства, ну, это не дел по Москве, СК и ФСБ, держатся между собой за право расследовать нападение на хату Памфиловой. Хотят похайпиться на трагедии, так сказать. Сейчас, минуточку. Так, где у меня тетрадь одна закончилась, сейчас будет вторая. Так. Да где же, где же, где же... А, вот, 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 все, нашел вторую тетрадь, блин. А то вообще, так бы, я бы мямлил. Ну, я и так мямлю, конечно, картава. Но, тем не менее, все-таки, было бы еще хуже без тетради, где все записано, как ходы в шахматной партии. С другой стороны, мы уже продолжаем тему Памфиловой, с другой стороны, после нападения на дом Памфиловой, где она отбивалась от либерального маньяка, так сказать, у нее нет ни ссадин, ни порезов. И еще после того, как реально бьют электрошоком, обычно теряют сознание. А Элла Памфилова, Элла Александрова, как ни в чем не бывало, потом вещает на конференции по узурпации прав граждан. Все это свидетельствует о том, что это показушное абсолютно покушение на Памфилову с тем, чтобы представить либералов, которые требуют от нее допуска всех кандидатов до выборов, зверенышами. Хотя на самом деле это не так. Хитрая леса, одним словом, это Элла Памфилова. К тому же электрошокеры, как раз чаще всего применяют вовсе не бандиты, а менты. А это говорит о многом. Совпадение не думаю о показухе и провокации со стороны властей с тем, чтобы в следующий раз Москва даже формально не выбирала себе депутатов, а напали на Памфилову с тем, чтобы москвичам навязать своих кандидатов и не допустить обычных москвичей до выборов, а то и отменить их вовсе. Ну, имеется в виду, конечно, не эти выборы, которые прошли, а следующие. Памфилова сказала, что переживет это нападение, но переживет ли она новое нападение в рамках новой гражданской войны внутри России? Об этом большой-большой вопрос. Прям можно сказать, на отсос. Россия и Украина обменялись заключенными. Страны передали друг другу по 35 человек, в том числе и Олега Сенцова, в том числе и тех самых моряков, которые пытались пройти через Керченский мест в украинский, подчеркиваю, украинский, а не донецкий город Бердянск, как заявил радиоактивный пепел реальный Дмитрий Киселев, в Москву вылетел известный террорист, он же журналист, пускай не террорист, он шпион, Кирилл Вышинский, и уже успел сделать селфи с борта российского самолета. Также на этом самолете находился Владимир Цемах, который видел, как российские граушники сбивали Боинг над Донбассом в 2014 году. Я теперь опасаюсь за его жизнь всерьез. Все мы прекрасно знаем, как Россия может убирать и убивать ценных свидетелей, которые свидетельствуют не в пользу Москвы. Без президента Владимира Зеленского этот обмен был бы невозможен, безусловно. Это его личная заслуга, что он сумел, он смог договориться с тираном Владимиром Путиным на культурном русском языке об обмене пропагандисты, которые твердили, что террориста Сенцова никогда не обвиняют, ибо он террорист, а террористов не обменивают, посрамлены. Его с радостью обвиняли. Зеленский у Путина смог вызволить всех военнопленных незаконно удерживаемых Россией. Браво, Владимир Александрович! Молодец! Указом президента Украины, всем встать, кто меня сейчас слушает, баррикад, которые геройски попытались пройти через Кержинский мост, будут присвоены как награды, так и внеочередные воинские звания. Они показали, что Крым ментально и духовно все еще украинский, и украинские моряки способны прийти к нему на помощь. Там, в Крыму, украинский дух, там Украиной пахнет. Надеюсь, что украинские моряки, несмотря на пытки в тюрьме в России, вернутся в Крым с желто-блокитными знаменами. Зеленский победил и в этой истории, ровно потому, что он с хуйлом разговаривал культурно, а не как Трушенко. И Зеленский доказал нам всем, что даже с... э... э... с дипла... что даже с людоедами можно и нужно разговаривать, когда дело касается пленных граждан своей страны. Ну а что ж, другой Вова, почему он решился на обмен. А все дело в том, что в Большой Семерке G7 было поставлено условие, при котором, если Владимир Владимирович освободит всех политзаключенных Украины за стенках ФСБ, то Семерка так лучше и быть, несмотря на Крым, Донбасс, Бонг и другие преступления Владимира Владимировича, с чего началась эта программа, вернет Большая Семерка Россию в свой стан и станет вновь Большой Восьмеркой. Очень Путину нужен клуб самых богатых стран. Богатых как в прямом, так и в переносном смысле. После этого, конечно, Путин раз 700 будет твердить, что Семерка ему не вожда. И как прекрасно жить без нее, но факт есть факт. Как только Бакон пообещал Владимиру Владимировичу восстановление России в G8, он пошел на обмен с Украиной. Так, Владимир Владимирович, дабы не быть полным изгоем, согласился на обмен. Так что, очередная перемога над Россией, над Россией, во славу Украины и во славу потомков. На режимном объекте Роскосмоса задержаны 14 человек, всех задержанных отвели в местный отдел полиции. Этот самый режимный объект называется научно-испытательский центр ракетно-космической промышленности, или сокращенно НИЦ-РКП. Был основан еще при Сталине, трепещите, патриоты, в 1949 году в городе Пересвете, патриоты России, наверное, а патриоты Союза, наоборот, восхваляйте. Так вот, этот самый НИЦ-РКП был основан еще при Сталине в 1949 году в городе Пересвете Московской области, а при Путине утром 8 сентября 2019 года на КПП данного объекта и по периметру данного объекта было задержано 14 человек. Они собирались совершить акты вандализма по отношению к оборудованию Роскосмоса. Это вы не найдете в статье ТАСС, так как и то, что задержали 14 человек, а проникли на режимный объект не 14 человек, а целых 50. и по данным Эхо Москвы подлые вандалы хотели сделать фотографии на крыше и внутри НИЦ и РКП перед тем, как изнасиловать робота Федора, который, как вы знаете, может пристыковаться к МКС со второй попытки и сейчас бороздит просторы большого космоса почему-то да, застревает в пробке задержанные нерубкого десятка и отбивались от охраны стульями так, что им пришлось применить что? Правильно! Те самые электрошокеры, которые пытались изнасиловать Брандвилову. Круг замкнулся, в общем, дабы робот Федор остался девственником, так сказать, вот за что купил, за то и продал, можете ржать. Но, к сожалению, агентов гостепа ждала разочарования, которые когда... если бы их не трогала охрана, то они бы увидели эти самые злоумышленники, вандалы, которые проникли на режимный объект, что если бы их не трогали охрана, и они проникли бы в цех приборного строения НИЦ, РКП, что они увидели, что все оборудование, все станки уже давно кем-то были украдены. И, по видимости, охрана НИЦ, РКП защищала не ценное оборудование Роскосмоса, а следы преступления Рогозина, даже, я бы сказал, хищения со стороны Рогозина. И именно поэтому был применен электрошок, чтобы вся страна не узнала, что на секретном объекте Роскосмоса в городе Пересвете Московской области все уже давно кем-то нагло стырено и продано всяким там Илоном Маском. Давно уже замечено, что режим секретности на предприятиях очень хорошо влияет на коррупционные схемы, а также на сокрытие воровства внутри России. И сохраняется режим секретности вовсе не для того, чтобы обеспечить оборону способность страны, а чтобы обеспечить жирные животы некоторым чиновникам из Роскосмоса. Поэтому, конечно, надо снимать режим секретности со всех предприятий Роскосмоса и показывать туристам, что еще не стрелили в них в 90-х, в 2000-х и сейчас. Ну и, конечно, надо арестовывать не 14 вандалов, а одного, как он сам говорит, зодчего России, нихрена себе зодчий. Так если бы Рогозин и такие, как он строил бы собор Василия Блаженного, то никакого бы запора уже давно бы не было. Рогозина надо арестовывать, безусловно, ведь это при нем летят ракеты не в космос, а на дно морское. Пока наглые пиндосы в это же самое время запускают марсоходы, а китайцы луноходы, а украинцы вообще готовят пилотируемый полет на Марс. А мы запускаем этого никчемного робота Федора. Ну да, почувствуйте разницу. Вандалы должны были жестко отметелить Рогозина, но вы отметили их. прям страсти в Роскосмосе какие. Кандидаты от оппозиции, сейчас я посмотрю сколько время, нормально, кандидаты от оппозиции займут 20 и 45 мест в Мосгордуме по данным обработки 99% голосов участковых избирательных комиссий Москвы в состав Мосгордумы проходит 20 кандидатов выдвинутых оппозиций и что самое главное поддержанных народом Москвы, который выходил все это лето и агитировал за них под дубинки Росгвардии этих новых войск СФ. Да как, да так, что пришлось даже перекрывать администрацию президента. Дабы народ не пошел на штурм. Вот имена счастливчиков победителей всей Москвы КПРЭ Дмитрий Локтев Николай Зуберлин Сергей Севастьянов Виктор Максимов Елена Янчук Олег Шереметьев Евгений Ступин Леонид Зюганов сынок там самого Зюганова Павел Тарасов Любовь Никитина Николай Губенко Екатерина Янгличева Елена Шувалова Дочь того самого Шувалова Внебрачная которого он не знает Но яблоко от яблони к счастью на сей раз далеко упало и дочь Шувалова внебрачная пошла не по стопам своего отца или однофамильца это пусть в программе прямой эфир с Малаховым решают от яблока в Мосгордуму проходит Евгений Бутинович Максим Круглов и я его знаю хорошо ну не персонально но хорошо Сергей Митрохин почему же они победители да формально большинство мест и на этих выборах в Мосгордуму заняли ненавидимые всеми и вся ядросы ядросы они заняли 25 мест против 20 мест от оппозиции но если мы посмотрим на выборы депутатов Мосгордумы прошлых лет то мы увидим что от оппозиции в Мосгордуме на прошлых выборах было всего 2 депутатских мест и то они принадлежали КПРФ так себе оппозиция а теперь их стало не 2 и не 3 и не 5 а 20 человек и не только от КПРФ но и от партии яблоко и это безусловно успех так что я поздравляю всех тех кто не боялся уголовного и физического преследования со стороны властей и выходил на улицу Москвы все это жаркое лето 2019 года жаркое в политическом плане к сожалению а не в погодном что ж касается других выборов по всей стране 8 числа то тут увы без сюрпризов и все как-то пресно победили путиноиды старинники путинского режима кто-то с большим процентом кто-то с меньшим но победили правда я все равно уверен что человек с говорящей фамилией беглов который еще баллотировался на пост мэра Санкт-Петербурга не от своей партии а как самоводвиженец долго на своем посту не усидит и еще как обыгрывая его фамилию сбежит с поста мэра Санкт-Петербурга и конечно это убегло первого победа ибо снялся коммунист кинорежиссер Бортко и именно Бортко скорее всего бы стал мэром Санкт-Петербурга если бы ему хватило мужественности но увы ему мужественности не хватило к сожалению пусть это останется на совести Бортко то что он не стал бороться до конца и так у ядросов Мосгордуми перевес всего-то внимание на 5 человек у ядросов больше и это теперь не даст им права сказать что парламент не место для дискуссий и любой ну в смысле Мосгордума и любой законопроект теперь не удастся в Москве принять втихаря от жителей Москвы и в принципе это внутри московские разборки и достойны эфира не меня не даже реального киселя а программе Вести Москва если б не одно но эти выборы в Мосгордуму вышли за всякие пределы Москвы во всех смыслах в них вмешивались федералы ФСБ Росгвардия и другие они прямо на улицах хватали оппозиционеров увозили их в кутушку а потом пробовали забрать их детей в детдом под предлогом неисполнения родителями своих обязанностей и это конечно же возмутило всех в России в независимости в каком уголке региона живут люди это возмутило не только москвичей именно поэтому выборы в Мосгордуму вышли на федеральный уровень и на федеральную повестку дня а за ними пристально следили во всех уголках нашей страны и даже в моей родной Самаре вышли люди на площадь на улице Осипенко перед фонтаном на площадь героев 21 армии с требованием допустить всех кандидатов до выборов в Мосгордуму казалось бы где Самара а где Москва а нет люди вышли и у меня в городе значит это за дело всех за живое так что перефразирую олимпийский девиз не тот о спорте мир и не тот главная победа не участие перефразирую олимпийский девиз в Сочи выборы получились жаркие зимние наши либеральные особую радость мне как всегда доставило то что лидер регионального отделения единой России в Москве который предал как бегло в свою партию на этих выборах и пошел как самоводвиженец господин Тиропутиной и Медведева Фил Андрей Метельских с треском провалился и не прошел в парламент Москвы по воле народа вот так начинается очищение России от партий жуликов и воров в том числе и особенно приятно это начинается с Москвы с нашей и вашей столицы хотя безусловно столица у либералов это город Вашингтон град на холме блин тоже мне одно но и вновь тема обмена политзаключенных между Россией и Украиной не дает нам покоя всем и будоражит общественность в сети наглядно продемонстрировали разницу между обменом и значимостью военнопленных и их обмена в Украине своих граждан встречали как героев в Киевском аэропорту Борисполь украинских военнопленных встречала толпа народа семьи официальные лица и сам Зеленский в то время как в России когда вернулись российские военнопленные отреагировали весьма сухо и цинично да всем было по большому счету настрать на Вышинского и на Цемаха внутри России и на других политзаключенных никто их не встречал как героев в аэропорту Внукова с цветами царила злость апатия озлобленность да безусловно Вышинского встречали хорошо его коллеги пропагандисты Скобеева привет ей и его шеф всесильный радиоксилный пепел Дмитрий Киселев или как его называют на Украине Дмитрий Брехунец которые нам всем с экранов ТВ врут о бездушной разграбленной Украине но ведь родные даже к Вышинскому во Внуково не выехали очевидно считая его за террориста а не журналиста а про других военнопленных России сказать-то вообще нечего их вообще не показали и только увезли в неизвестном направлении конторско-комитетский Volkswagen Ducato ну как в неизвестном на Лубянку их короче повезли понятное дело вот почему родные вот почему-то родные ценного свидетеля Цельмаха по Боинку не были замечены в кадре России 24 то есть камера их не снимала получилась бы шикарная пропагандистская картинка но почему-то нет даже наоборот Маргарита Симонян сама твою мать выложила в твиттер как в свитер фотку с российскими военнопленными внимание замазанными замазанными лицами то есть даже Симонян не считает их за героев так что Донбассу надо 150 раз 7 подумать еще с каким государством они хотят соединяться ведь тех кто воевал на стороне ЛДНР но попал в плен внутри самой России не считают за героев наоборот их считают за преступников за предателей которые поехали как наемники убивать и уничтожать в Донбасс Авершинский поехал шпионить в Киев то есть никакой триумфальной встречи никакого подчета к тем людям которые были в засенках СБУ не было оказано в России Россия с радостью предает своих же всегда абсолютно в должной мере Путин не приехал встречать героев Донбасса в отличие от Зеленского который чуть ли не рыдал при виде своих моряков и Сенцова более того ну можно было сказать что у фюрера вот у этого фюрера вот справа было много дел ну там с пиндосами биться организовать где-нибудь госпереворот но ведь Путин находился в это время в Москве в буквально несколько километров от аэропорта Внуково и нельзя сказать что у него было много тел ибо он отплясывал на концерте ко дню Москвы и мог бы направить свое турбище в аэропорт Внуково чтобы сказать тем людям которые отстаивали Донбасс спасибо спасибо что не сдали российских военнослужащих которые до этого уже давно эвакуировались в Россию с Украины но нет Путин демонстративно пошел на день города в Москве и демонстративно там на концерте отплясывал показывая тем самым что ни Вишинский ни Цемах он не считает их за героев и вообще не хочет с этими ублюдками встречаться вот так вот вот ваш фюрер вот на кого Цемах и Вишинский равняется для Путина гулянки ко дню Москвы важнее судя своих же граждан которые проливали реально свою кровь за интересы Москвы на Донбассе и в Киеве Россия всегда предавала своих граждан и будет предавать дальше являясь сволочным государством объяснение этому кроется в 40-х годах 20-го века из уст кумира Путина Сталина он пленных своей страны говорил так кто был в плену нам больше не товарищ и действительно в России всегда оценились те кто совершает самоубийство те кто бросаются своей грудью на пулемет чем те которые под пытками хранят государственные секреты в стане врага потом тех кто терпел пытки во вражеских тюрьмах в частности за стенках СБУ ну СБУ тогда не было за стенках гестапо Сталин засовывал в свои же тюрьмы в гулаг боясь их как зеницу лука и так же сегодня действует и Путин конечно он не цемаха хотя цемаха тут я не уверен может и засовал за стенки Лубянки но Вышинского он точно не стал совать за стенки ФСБ пока что а ведь мог а ведь мог более того так Сталин украинские пленные вернулись счастливыми к себе на родину а российские пленные когда вернулись к себе на родину журналист Денис Казанский ехидно их спросил а нахер вы здесь нужны если в Украине вот было видно наглядно сейчас я вам покажу наглядно как где свобода где не свобода как встречали вот как встречали действительно в свободной стране а как встречали героев в рабской стране в в российской зоне так сказать гулага в самом широком понимании этого слова да да действительно действительно герои украинские моряки а вовсе никакой Кирилл Вышинский и эта фотография нам отчетливо показывает и намекает но даже сам Кирилл Вышинский казалось бы он сидел за стенках СБУ казалось бы на него завели уголовное дело казалось бы этот шпион Москвы провалился под 150 раз но даже Кирилл Вышинский хочет вернуться несмотря на уголовное преследование внутри Украины хочет вернуться в Украину а не прозевать в блябской рабской России вот вот это конечно поворот так поворот для России их пленные которые вернулись это пешки в большой игре с Америкой а для Украины их пленные это настоящие герои и в этом вся разница между не просто двумя государствами а двумя народами украинским и российским в Украине живут смелые свободолюбивые люди а в России быдло скот который пасет власть по бескрайним просторам страны вообще Россия это да я бы сказал это такой ГУЛАГ ну или ФСИН а Украина мне в чем-то напоминает знаете Толкинский ШИР где вот эти украинские моряки в роли полуросликов и они браздили мордор чтобы скинуть кольцо всевластия не скинули потому что кольцо всевластия сейчас конечно у Коломойского но это отдельная тема надеюсь вы поняли что в Украину вернули в свободную Украину вернулись герои а в Россию страну с колючей проволокой в мозгах вернулись террористы экстремисты и шпигуны кстати о шпигунах о шпионах блогеры нашли эвакуированного из России американского шпиона вот как у нас теперь не все но многие блогеры такие как я нескромно замечу могут работать без образования в контрразведке в ФСБ ни много ни мало дело в том что в сети предположили что переведенным из России в США шпионе высочайшего уровня о котором на этой неделе поведал телеканал Синер мог быть экс-сотрудник управления делами президента Олег Смоленков пропавший вместе с семьей в 2017 году в Черногории вычислить шпиона удалось через гугл поиск пишет некто под псевдонимом беспощадной пиарши если это так и американского шпигуна удалось выявить через гугл то понятно почему США Смольникова эвакуировали а что ж контрразведка ФСБ она как всегда читайте по губам про сра ла про сра ла агента западных спецслужб под боком под боком не просто под каким-то боком а под боком самого Владимира Владимировича Путина есть ссылка на новость от 2017 года издания Daily Storm где российский чиновник советник третьего класса Олег Смоленков поехал с семьей в Черногорию и пропал вместе с женой и тремя детьми вот предатель по факту якобы убийство Смоленков было Черногорской уголовной полицией даже возбуждено уголовное дело по статье убийства да и дело расследовалось вроде как нашей полиции то есть даже была не просто операция эвакуации а даже была целая операция прикрытия эвакуации у ЦРУшников чтобы мудаки из СВР дробь ФСБ ни о чем не догадались ну убили какого там Смольникова ну в Черногории ну убили якобы криминал а на самом деле не криминал а шпионаж но журналисты взгляда и коммерсанта в отличии от спецов контрразведки России знают свое дело и благодаря им мы знаем что Олег Смольников этот шпион третьего класса в управлении делами президента России живет и пока еще здравствует не поперхнулся мылом как многие предатели в городе Стафорд штат Вирджиния штат Вирджиния называется по-другому но я всю жизнь привык его называть именно Вирджиния а не Виргиния вместе с женой и тремя детьми жену кстати зовут Антонина в Стафорде Чита Смольниковых купила дом за 925 тысяч долларов 5 июня 2018 года особняк площадью 760 квадратных метра и он насчитывает 6 спален и 6 комнат для принятия душа по сути наш ну в смысле российский агент в NBC ну как российский агент в NBC ну журналист который решил действовать в интересах Москвы подъехал к дому Смольниковых и попытался взять интервью то чего бы не задумывалось ни за что в Russia Today но через минуту к дому Смольниковых подъехали двое молодых людей на внедорожнике в штатском и представились друзьями семьи Смольниковых и уже журналистам NBC пришлось давать им свое интервью по-видимому это были агенты секретной службы США аналоги нашего ФСО которые охраняют первых лиц государства и значимых для государства персон у себя в стране и за ее пределами по неподтвержденным данным была еще одна причина увезти агента ЦРУ Смольникова из администрации президента России в штат Вирджиния Домой США Некоторые аналитики ЦРУ предполагают что Смольниковых мог являться двойным агентом и подставлять в Ленгли не точную информацию но раз уж Смольников до сих пор жив то никакой он не двойной агент а иначе бы что-то сами с ним расправились и еще бы в Черногории при том зная профессионализм в кавычках наших чиновников это вовсе не означает что информацию которую поставлял Смольников ЦРУшникам могла быть точная так что пусть ЦРУ перепроверит информацию еще 150 раз полученную от агента который был в администрации президента Российской Федерации еще раз 150 раз какую же информацию передавал Олег Смольников в ЦРУ увы тайно за семью печатями остается только догадываться доподлинно известно лишь то что Олег Смольников пользовался доверием Владимира Путина однако очно с ним никогда не встречался пресс-секретутка президента Песков заявил что Олег Смольников действительно работал в администрации президента но несколько лет назад был увын однако как подчеркнул Песков все эти рассуждения на тему шпионажа и шпионов внутри России это элементарное криминальное чтиво и не более того ну да ну да если было бы так Песков даже бы заявление о каком-то там шпионе не сделал а так он сделал он подтвердил что Олег Смольников действительно работал в администрации президента а значит скорее всего подторговывал секретами и есть еще один нюанс если посмотреть заявление Пескова в Рунете обратить внимание на агрегат Яндекс.Новости то слова Пескова о том что Олег Смольников Смольников был работал в администрации президента на самом деле выскакивает в ссылке ТАСС что конечно же отсылает нас к популярному советскому сериалу ТАСС уполномочен заявить но там американского шпиона поймали ибо в КГБ не пальцем деланные агенты были а не то что сейчас так что контрразведчики ФСБ я вас поздравляю вы просрали очередного американского шпигуна внутри России в штабе Наваль в штабах даже а у него теперь штабы по всей России так вот в штабах Навального по всей России проходят обыски рассказал менеджер по борьбе с коррупцией Леонид Волков это безусловно акт политической расправы политического возмездия властей над Навальным и его сторонниками за все за то что он посмел пойти на выборы 2018 года и не был зарегистрирован за любовь Соболь которая посмела пойти депутатом от его партии на выборы в Мосгордуме тоже не была зарегистрирована за что уже поплатилась Панфилова и конечно же расправа над Навальным со стороны Следственного комитета за то за те самые видеоролики он вам не Димон и прочие в которых ясно и четко показано что власти вары и убийцы силовики конкретно Следственный комитет как всегда проявляет полный беспредел и незнание своих же законов так сотрудники Следственного комитета например отключают во всех штабах Навального видеонаблюдения а где-то и электричество вместе с роторами ну чтобы понятно не было компромата на самих сотрудников Следственного комитета и чтобы в крайнейшенной тьме в штабах Навального по всей России подбрасывать как меченые банкноты так и наркотики в зависимости на что в зависимости от фантазии обыски проходят без понятых без присутствия координаторов штабов Навального более того зачем-то силовики дробь боевики не просто выламывают двери штаба Навального точнее штабов а в прямом смысле тырят двери то есть собирают входные двери штабов Навального по всей России к себе в следственный комитет вот до чего дожили и делают это задолго до начала рабочего дня чтобы в штабах был полностью сквозня ну что ж тут сказать сучьи следаки они и правоохренители а не сторонники кроме дверей следаки изымают любую оргтехнику по максимуму а после обысков сотрудников штаба Навального со всей России увозят на допрос в следственный комитет следственный комитет штаба Навального отдает на мародерство Росгвардии и сотрудникам полиции обыскивают и родственников сторонников Навального так что в этом плане путинский режим произошел сталинский и сын за отца в ответе в современной России так еще как не только сын дочь любовница жена ну и так далее так у бедной старушки бабушки координатора штаба в Ворон помни же подлые Зеселовикс как их называют на западе отобрали планшет которым она пользовалась смотря свои любимые сериалы у мамы бывшей сотрудницы штаба во Владивостоке Марии Мако Мако Возовой отобрали телефон и сейчас какой-нибудь следак в сучьем комитете хвастается перед своими родными новым телефоном ну сучьи комитет это я обыгрываю название следственный комитет понятно да так вот так вот и сейчас какой-нибудь следак в следственном комитете хвастается перед своими родными новым телефоном отжатом у координаторов Навального все все это в рамках уголовного дела против Навального по статье 174 УК РФ о совершении финансовых операций с денежными средствами путем заведомо преступным путем совершенным другими лицами то есть по сути Навальному шьют отмывание денег по версии следственного комитета будем называть его как раз сучьим комитетом в период с января 2016 по декабрь 2018 сотрудники фонда по борьбе с коррупцией Навального получили от этих лиц крупную сумму денег в рублях тут мне вспоминается коробка из-под ксерокса Чубайса и иностранные валюти которые заведомо для них были приобретены преступным путем эти деньги как твердят сучий комитет были внесены через банкоматы на счета через банкоматы на счета фонда по борьбе с коррупцией первоначально следаки говорили о том что Навальный и компания отмыли 1 миллиард рублей но потом следаки поняли что эту сумму то что ее отмывал Навальный и его сторонники доказать в суде не получится не прокатит и снизили сумму до 75 миллионов рублей то есть якобы Алексей Навальный отмыл 75 миллионов рублей а ну то есть человек который создал фонд по борьбе с коррупцией является сам коррупционером а ты подумай а а то я не знал это смешно если бы не было так грустно и страшно Леонид Волков отвечает сучьим следакам на всех на эти обвинения тем что деньги это всего лишь что эти деньги всего лишь пожертвования фонду по борьбе с коррупцией и донаты со стримов на ютубе а деньги они получали биткоинами через систему cash in ну или деньги вверх в переводе и потом через эту систему сотрудники ФБК биткоины обменивали на рубли и это законная операция что нет да но без законные силовики продолжают свое бесчинство в штабах Навального давайте-ка будем максимально нейтральными и допустим эту мысль что Навальный и фонд по борьбе с коррупцией смогли все-таки отмывать деньги тогда стоит обратить внимание на то что уголовное дело было возбуждено сучьим комитетом России 3 августа в день когда шли массовые манифестации по центру Москвы то есть не раньше не позже а именно 3 числа значит была дана команда сверху значит следствие уже не объективно и предвзято и это конечно говорит о многом к тому же как я уже сказал опуски проводятся без постановления суда без ордена на обыск без присутствия так сказать штабистов Навального с функцией подбрасывания наркотиков и меченых купюр или а то и тротила в эти самые штабы Навального ну чтобы пришить ему экстремизм и упрятать Навального и его сторонников в тюрьму уже на долгие срока сам Леонид Волков думает еще дело в том что причина обыска в том что Единая Россия из-за действий фонда по борьбе с коррупцией потеряла 106 депутатских мест в различных регионах в различных дум дробь дур но к счастью сотрудники ФБК это вам не мусора естественного комитета и они придумали очень эффективную методу как сохранить ценные материалы для фонда по борьбе с коррупцией при облавах в новосибирском штабе Навального все важные сведения во время облавы скопировали на дрон который улетел в неизвестном для силовиков направлении так что ФБК уделало следственный комитет и здесь а что же касается Самарского отделения штаба Навального то ему при обысках помогли правозащитный центр Агора ну и вот вам пример как при обысках копируйте все на дроны с тем чтобы они улетели в неизвестном для чекистов и следаков направлении и тогда возможно не гарантируя но возможно вы избежите уголовного преследования так ну что же еще ах и еще что же мне приятно в эту же тему в том что я написал губернатору Самарской области требования с тем чтобы он выпустил координатора штаба Навального в Самаре Егора Алашева который был задержан после как раз таки митинга протеста в Самаре с требованием допустить всех кандидатов до выборов Мосгордуму и представляете что 8 числа в предыдущее воскресенье его отпустили на свободу с чем я его и поздравляю так что борьба не окончена а новая гражданская война уже началась и под раздачу в том числе уже попала голова ЦИК то что не было раньше когда ЦИК возглавлял Чуров такие вот вести вести новости на сегодня до встречи увидимся до встречи